Правительство представило отчет об итогах социально-экономического развития страны за первое полугодие 2020 года. На заседании также рассмотрели меры по борьбе с коронавирусом, ход реализации поручений главы государства по основным направлениям деятельности правительства и задачи на предстоящий период. Нынешняя эпидемиологическая ситуация вызывает серьезную обеспокоенность общества. Ситуация очень сложная, но наблюдаются первые положительные тенденции. На прошлой неделе я дал ряд поручений правительству и Акимам. Государственная комиссия активизировала свою работу. В ходе борьбы с пандемией для решения неотложных вопросов из правительства и регионов будет выделено 150 миллиардов тенге. Главная задача – прекратить распространение, локализовать передачу коронавируса и добиться значительных результатов в лечении больных. Эпидемию можно остановить только локализацией всех усилий строгим соблюдением карантинных мер. Сейчас эффективность введенных ограничений весьма сомнительна. К примеру, в Ак-Тубе мало что изменилось. Единственное, что заметили горожане – это отсутствие автобусов, что само по себе создает среду для распространения вируса в переполненных салонах и на остановках, где люди часами простаивают в условиях полной антисанитарии. Хотя, по словам президента, полиция и санитарные врачи должны обеспечивать строгое соблюдение карантинного режима. А лица, нарушившие запреты, привлекаться к ответственности. Впрочем, как и целые ведомства и их руководители не способны исправиться с задачей. В первую очередь под раздачу попал Минздрав. Министерство здравоохранения допустило ряд серьезных ошибок в управлении. Большинство Акимов не выполняли свою работу должным образом. Правительство не контролировало ее. Необходимо создать специальную комиссию по выявлению ошибок и упущений. Эта комиссия должна провести ревизию и дать мне рекомендации, при этом не мешая нынешней совместной работе. Мы сейчас вынуждены решать вопросы нехватки лекарственных средств и повышения цен на них. Необходимо в срочном порядке урегулировать эту ситуацию и обеспечить все регионы лекарственными препаратами. Работа проводится. Теперь необходим результат. Президент заявил, что нужно провести расследование и всех виновных в возникших трудностях привлечь к ответственности. Руководителей ФОМС и СК «Формация» уволить или, если есть необходимость, провести следствие. Желающих получить выгоду таким способом во время эпидемии необходимо привлечь к строгой ответственности, потому что в конечном итоге это вопрос национальной безопасности, отметил Касамжумар Такаев. Он добавил, что необходимо решить вопрос обеспечения компании СК «Формация» квалифицированными специалистами, наладить производство многих видов лекарств и медицинских изделий в Казахстане. По словам президента, важно сохранить здоровье наших врачей, повысить их работоспособность и мотивацию. Есть упущение в разъяснении принятых мер. Никто не прислушался к мнению главного санитарного врача. Было недостаточно профессиональных навыков и организационной работы. В результате Казахстан получает гуманитарную помощь и благодарит иностранных экспертов за их советы. Если ситуация не улучшится, возникнет вопрос об изменении состава правительства. Так как это чрезвычайная ситуация, мы должны оперативно принимать все решения, касающиеся пандемии. Рекомендации и требования министра здравоохранения должны стать первоочередной задачей для других членов правительства и Акимов. Одним словом, считайте, что во время пандемии министр здравоохранения обладает особым статусом и компетенцией, поручая правительству Акиматам обеспечить предоставление ежедневного отчета и информации по борьбе с пандемией министерству. Надеюсь, что сложившаяся ситуация улучшится через две недели. В противном случае в целом возникнет вопрос о возможности работы правительства в этом составе. Деньги на борьбу с кризисом есть, необходимые законодательные решения приняты, отметил президент. Надо иметь в виду, что введение новых карантинных мер может еще более усложнить ситуацию в экономике. У правительства должен быть соответствующий план действий. По его словам, главным финансовым приоритетом является экономика и занятость. Важно также не прекращать работу по привлечению прямых иностранных инвестиций. Поручаю правительству и Нацбанку проработать пакет дополнительных мер поддержки отраслей и населения на случай ухудшения ситуации. В то же время господдержка должна быть направлена на получение максимального эффекта. Мы обязаны контролировать встречные обязательства бизнеса, в первую очередь в части сохранения занятости и зарплаты. Правительству и НПП Атамикен поручается в течение двух месяцев завершить работу по обеспечению цифрового контроля встречных обязательств бизнеса. Глава государства отметил, что пандемия коронавируса способствовала появлению новых ниш и возможностей. Поэтому, помимо максимального насыщения внутреннего рынка, казахстанцы должны создать конкурентоспособный экспортный товар и обеспечить его доставку на рынке в самые короткие сроки. Что касается инфляции, то она не должна превысить имеющийся порог в пределах 8-8,5%. Правительство и счетный комитет должны провести анализ эффективности расходования средств до 15 октября. Правительству совместно со счетным комитетом необходимо до 15 октября провести анализ эффективности расходования средств, выделенных для борьбы с кризисом. Анализ должен быть сделан с учетом специфики регионов и центральных государственных органов. В нем должны содержаться заключительные выводы относительно каждого министра и Акима. Карантины и снижение цен на нефть привели к резкому сокращению доходов бюджета. Потери доходов республиканского бюджета на 2020 год оцениваются в 1,7 трлн тенге, констатировал президент. Сейчас устойчивость бюджета достигается за счет трансфертов из национального фонда. На этот год размер гарантированно трансферта из национального фонда был увеличен до 4,7 трлн тенге. С 2021 года трансферты из национального фонда должны носить только целевой характер. Начата работа по оптимизации бюджетных расходов на 2021 год. Планируется сократить 1,6 трлн тенге. Также президент усомнился в готовности МОНРК к новому учебному году. Боле 20% учителей не смогли эффективно вести дистанционное обучение из-за отсутствия полноценного интернета и компьютера в их домах. Только 40% из 400 тысяч компьютеров, находящихся на балансе школ, работали. Это результат работы акиматов и министерства. Акиматам необходимо срочно подготовиться к новому учебному году, оборудовать школы и обеспечить отдельные нуждающиеся семьи необходимой техникой. 1 сентября начинается новый учебный год. У меня есть сомнения в готовности министерства к этому событию. Как будут учиться дети? Очно или дистанционно? Какова готовность учителей к новому учебному году? Президент отметил, что борьба с пандемией требует напряжения всех сил, инициативности, принятия на себя ответственности, лидерства. Представители власти на местах должны избегать бюрократии и не бегать от ответственности. Президент поручил правительству в пятидневный срок подготовить правовой алгоритм принятия оперативных решений в части борьбы с пандемией и ее последствиями. Скажу откровенно, во время подготовки данного заседания мне советовали уволить некоторых первых руководителей регионов, ведомств, даже отправить в отставку все правительство. Мол, это будет хорошо воспринято обществом, очки, мол, наберете. Но мне очки совершенно не нужны. Я готов слушать и слышать ответственных людей. Но играть на публику не собираюсь. Не в том, как говорится, возрасте и положении. Касым Жамартакаев напомнил, что некоторые Акимы уже получили выговоры и замечания. Кризис показал социальные диспропорции в обществе, скепсис и недоверие граждан к местным и центральным властям. Он заявил о необходимости перестройки госуправления, которое станет частью политической реформы, предусматривающей значительное усиление местного самоуправления. А также добавил, что министры, Акимы и сотрудники аппарата президента могут не рассчитывать ни на какой отдых в создавшейся ситуации. Напомним, число зараженных коронавирусом в Казахстане превысило 50 тысяч человек. Половина лета прошла. Будь то министры, Акимы, сотрудники аппарата президента, никаких отпусков, потому что ситуация чрезвычайная. Забудьте такие слова, как отпуск и отдых. В завершение КСМЖ Мартакаев отметил, что на расширенном заседании рассмотрели важные и неотложные вопросы, которые в период пандемии выведут нашу экономику на путь развития. Однако в своем втором послании президент предложит меры, которые приведут Казахстан к новому экономическому скачку. Ирина Гусь по материалам интернет-изданий специально для программы «Факт». Субтитры создавал DimaTorzok